11.05 в Кирове. Начинается программа «Разворотный бизнес». Сегодня среда. В студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Говорим мы сегодня по итогам, наверное, в основном по итогам Сочинского инвестиционного форума российского. Даешь инвестиции, какие отрасли с точки зрения инвестиций в приоритете правительства области. И не случайно у нас в гостях губернатор Кировской области Игорь Васильев и первый заместитель губернатора Александр Чурин. Добрый день, коллеги. Добрый день. Ну, прежде чем подойти к Сочинскому инвестиционному форуму, все-таки нужно, наверное, затронуть тему административной реформы. Потому что вот на этой неделе будет заседание областного законодательного собрания, и административную реформу мы обсуждаем уже несколько месяцев. Да, Олег, твое было предложение начать с этого вопроса? Да, на самом деле, это правда интересно. Интересно мне, я думаю, что слушателям. Очень кратко, если то решение о выделении, о новой должности председателя правительства, оно звучало уже на протяжении нескольких лет. И, наконец, завтра, если все случится, оно появится. Вот в чем суть этого нововведения, Игорь Владимирович, если очень кратко? Ну, вы сами говорите, что несколько лет обсуждаются вопросы, наверное, всегда обсуждается вопрос структуры управления, да? Ее эффективность, ее соответствие современным нормам, правилам никогда, нигде, ни в одной стране мира, ни в России, то есть не сохранилась структура управления, там, не знаю, условно говоря, там, с тысячелетней или даже со столетней историей. И сейчас мы, и область, и страна, в целом, и правительство Российской Федерации, и все структуры исполнительной области подошли к тому, что мы впервые будем реализовать 12 национальных проектов не по принципу выделения денег, когда что-то случилось, обвалилось, произошло, и нужно срочно спасать ситуацию, и все миром на нее навалимся. А действительно масштабные, серьезные проекты, которые требуют значительных инвестиций, требуют проектного подхода к исполнению этих решений, а что это значит? То есть есть два подхода, ну, если уж говорить серьезно о структуре управления, это процессный и результатный. Процессный – это когда все чиновники сидят на своих местах и пишут друг другу письма на ваш номер, отвечают своим номером. И вроде бы все загружены, и результаты работы в виде толстых пачек бумаг, так сказать, есть, но ни жители, ни сами, наверное, чиновники не видят результаты своего труда, не получают удовлетворение. Проектный подход предполагает совершенно другие условия. Это установление ключевых показателей для правительства Российской Федерации в целом, для исполнительной власти в целом, для структуры исполнительной власти в Кировской области по каждым отраслям, которые видны были бы в том числе и жителям. И один из КПА – это удовлетворенность населения теми решениями, которые принимаются. И вот такой подход уже реализуется в Российской Федерации. По 12 национальным проектам сформированы в рамках Государственного совета, куда входят все губернаторы, без исключения рабочие группы по всем направлениям. Наш регион вошел в моем лице в три направления, и мы взяли на себя вопросы образования, здравоохранения в части лекарственного обеспечения и вопросы подготовки кадров в теме экономика и инвестиций. Вот это те задачи, которые нам предстоит решать. И, конечно же, структура управления предполагает, что такие же проектные офисы сформированы и в правительстве Российской Федерации. Мы в лице министров уже региональных вошли в эти правительственные офисы тоже по нескольким направлениям. И одна из целей и задач, ну, как вы называете это реформой, так сказать, да, я бы назвал это настройкой, так сказать, как раз соответствие современным требованиям. Когда у нас появляется ответственный по каждому направлению, появляется полноценное, так сказать, правительство, но это не значит, что происходит какое-то разделение, так сказать, властей или полномочий. Губернатор по-прежнему остается главой исполнительной власти, по-прежнему определяет бюджетную политику, по-прежнему руководит правительством, но появляются оперативные органы управления. Вот я бы хотел, чтобы все это поняли. И мы вот на ваш, наш, о чем я сказал, вот этих, так сказать, писем, переходим к проектному методу, когда будут видны результаты, ответственны за победу в том числе, либо за недостижение этого результата. Вот, наверное, в этом основной смысл. Тогда все-таки кто проектную деятельность курирует в новой структуре? Вы знаете, вот курирует и управляет всем всегда, губернатор, это по закону, так было, есть и будет. Но появляются ответственные люди, которым будет прописано КПА и полноценное правительство Кировской области, которое будет заниматься текущей работой по достижению целей, поставленных в национальном проекте. Новинкой вот в этой административной реформе, в кавычки тогда ее возьмем, является предложение вести должность вице-губернатора. Это не обсуждалось до последнего времени, в связи с чем необходимым стало введение этой должности? Ну, есть вопросы замещения во время командировок, отпусков, так сказать, и я думаю, что здесь ничего нового нет. У нас и сейчас есть должности первого вице-губернатора и вице-губернатора. Будет один вице-губернатор и правительство Кировской области. На ближайшем заседании ОЗС... Вот депутаты рассматривают, туда законопроекты все... Верно. Я знаю, что депутаты собираются у вас спросить на заседании ОЗС, какие именно персонали вы представите, кого вы имеете в виду, в качестве кандидатов на эти должности. Вы знаете, вот иногда так говорят, что кадровые решения заранее, так сказать, не оглашаются. Это, наверное, совершенно справедливо. Поэтому у нас и законодательство наше, Кировской области, устроено следующим образом, что мы сначала принимаем решение о том, что вот это будет происходить, и принимает это решение депутации, закон вступает в силу через определенные процедуры. И после этого будут законодательному же собранию предложены кандидатуры. Но они уже есть. Но, безусловно, я могу сказать одно, что никаких новых лиц в правительстве Кировской области не появится. Приступаем к Сочинскому форуму. Мы не с Марсом и никого не планируем привозить. И честно скажу, если вот еще уж говорить до итогов, так сказать, форума, то у нас 2018 год оказался таким достаточно интересным с точки зрения и бюджета. Мы приросли доходами на 7%, плюсом 2,8 миллиарда доходной части бюджета. Город у нас неплохо, так сказать, прирос. Это говорит о том, что мы, сосредоточив усилия на определенных направлениях, добились в них успеха. Это позволило нам в том числе и повысить доходную часть бюджета, о которой, если вы помните, мы год назад говорили, ну так, очень осторожно. Сейчас мы выражаем осторожный оптимизм по поводу 2019 года тоже. Так, и вот все, наверное, те соглашения, которые были подписаны на Сочинском инвестиционном форуме, направлены на дальнейшее такое поступательное движение в развитии экономики нашего региона. И не только экономики, потому что мы видим, что целый ряд соглашений связан и с социальным развитием. Это комплексная программа социально-экономического развития региона. Мы бы предложили сосредоточиться для начала на тех соглашениях, которые были подписаны с финансовыми институтами. И начнем со Сбербанка. Речь шла об участии в финансовой концессии, выкупе облигаций и инвестиционных программах. Вот по трем этим пунктам мы предлагаем сейчас нашим гостям пройтись. Напоминаю, что в студии нашей радиостанции Игорь Васильев, губернатор Кировской области, и Александр Чурин, первый заместитель губернатора. Итак, Сбербанк, концессии, в каких отраслях, для решения каких задач, о каких объемах денежных средств идет речь? У нас разворот на бизнес, мы всегда хотим конкретики и цифр. Кто готов? Ну, давайте, может быть, я начну, Александр, подхватит. Вы, наверное, совершенно правильно говорите о том, что форум всегда позволяет обменяться опытом, рассказать о своих достижениях, услышать то, что люди предлагают и, возможно, подписать соглашение. Вот те соглашения, которые были подписаны с Сберегательным банком, с компанией Ростелеком, крупнейшим нашим оператором государственным в сфере оказания интернет-услуг и не только, так сказать, они, конечно, разные. И за Сбербанком соглашение такое носит рамочный характер. В нем предусмотрены, безусловно, я думаю, Александр Анатольевич сейчас об этом поговорит, и шаги по выпуску облигаций, по налаживанию этого инструментария, что очень важно для нас в условиях растущих доходов, повышения ставок, кредитования. Здесь Сбербанк очень активно на этом рынке, идет нам навстречу, это мы чуть расскажем. И, скажем, соглашение со Сбербанком, у нас оно не первый год продолжается сотрудничество. Мы оказываем услуги, в том числе консультационного характера вместе со Сбербанком бизнеса. У нас такой уникальный проект, когда мы открыли МФЦ для бизнеса на площадке Сбербанка, не тратя бюджетных денег, так сказать, куда компания малый, средний бизнес, что очень важно, может прийти. Получить консультации не только по ипотечному кредитованию или как взять, так сказать, кредит, а по целому спектру вопросов. А вот соглашение, скажем, с Ростелекомом носило уже совершенно конкретный характер. Это в развитии энергосервисного контракта, который происходит у нас в городе, вы об этом знаете. Это развитие дальнейшей сети интернета в области при помощи компании Ростелеком. Ну, а может быть, какие-то конкретные вопросы, Александр Анатольевич, тогда? Продолжаем разговор о соглашениях, которые подписаны со Сбербанком. Сосредоточимся на облигациях и на концессиях, в которых Сбербанк собирается принять участие. Что такое вот этот механизм облигаций, зачем они вообще нужны? Чем отличается от бюджетного кредита, который, в принципе, выгоден с точки зрения процентов, но, может быть, не с точки зрения сроков? Ну, прежде всего, хотел бы сказать, что выпуск облигационного займа считается наиболее рыночным механизмом заимствований. В 2018 году в правительственном Кировской области был произведен облигационный выпуск облигаций Кировской области на сумму 5 миллиардов рублей. Первоначально планировалось, что эти деньги пойдут на замещение более дорогих кредитных ресурсов, которые заимствованы у коммерческих банков. Однако, так как это рыночный механизм и ставка по нему формируются рынком, процентные ставки выросли. И ставки по кредитам, по которым у нас взяты, допустим, заимствования в том же Сбербанке, они оказались ниже. Поэтому мы не разместили этот облигационный займ. Он у нас сформирован, он у нас действует. Но это своего рода гарантийный фонд, который мы можем использовать в любой момент для покрытия бюджетного дефицита, для покрытия каких-то срочных необходимых нужд бюджета. Но в последнее время мы обсуждаем даже тот вопрос, чтобы использовать эти деньги в качестве инвестиционных, направленных на реализацию определенных инвестиционных проектов, приоритетных для области. — Не связано ли это с последней встречей Андрея Плитко с представителями Сбербанка, где говорилось о переработке древесины низкосортной, например? — В том числе. — Почему нет? — Почему нет? В том числе. Понимаете, нам необходимо направлять средства туда, где они дадут отдачу в виде налоговых поступлений, создания рабочих мест и так далее. То есть правительство области через свои механизмы, через корпорацию развития Кировской области, через другие финансовые институты может финансировать проекты, которые будут эффективно использовать наши природные ресурсы, эффективно развивать экономику области. — Конкретные проекты под продажу облигаций Сбербанку уже выделены? — Нет, пока нет. Пока вообще это обсуждается. — Светлана, смотрите, для всех, кто нас сейчас слушает, хотел бы пояснить. Наверняка среди аудитории есть люди абсолютно профессиональные в финансовой сфере, но, наверное, все-таки большинство таковыми не является. Поэтому давайте очень просто объясним. Вот вы на недавней встрече, мы с вами обсуждали реформу ТКО, и вы говорили по поводу возможности большего взаимодействия в рамках частного государственного партнерства. Вот чем отличается облигационный займ от кредита, который можно взять в Сбербанке, например, а тем, что это открытые инструменты. И выкупать эти облигации может не только Сбербанк. Конечно, он может их выпустить и выкупить весь выпуск, понимая надежность заемщика. Но в выкупе этих облигаций могут участвовать компании, могут участвовать частные инвесторы, для которых, скажем, это будет выгоднее, чем процентная ставка на вклад в том же самом Сбербанке. — А Сбербанк выступает оператором. — Сбербанк, совершенно верно, выступает оператором. И вот одна из идей соглашения в том, что он становится таким постоянным оператором для Кировской области, понимая, что мы можем обеспечить доходность на купоны по этому облигационному займу. И, конечно, в случае возникновения, опять же, частного государственного партнерства, поскольку мы, как правительство, заинтересованы в том, чтобы приходили инвесторы, а мы через этот инструмент, возможно, оказываем помощь в организации инфраструктуры для будущего завода, например, или для будущей фермы. Поэтому для нас очень важный инструмент. Но на сегодняшний день собственные доходы позволяют нам с тем объемом, который мы видим сейчас, справиться самим. Мы выпустили этот инструмент, вернее, наладили инструментарий, но ждем удобного момента для того, чтобы можно было этот займ. Тогда в продолжение, если позволите, все-таки тогда какие-то регламенты или какие-то подзаконные акты должны готовиться к департаментам экономического развития, то есть предусматриваться механизм, под какие нужды инвесторы смогут взять средства и так далее. И эта работа должна вестись уже сейчас. Абсолютно верно. Эта работа уже сейчас и ведется. И мы, вот, Александр Анатольевич, недавно обсуждали с коллегами на планерке в правительстве о том, что нам нужно предусматривать, скажем так, средства в бюджете для организации инфраструктуры для будущих производств. Что это такое? Если нет дороги, нет подвода электричества, нет водоотведения, нет теплоснабжения, ну, вряд ли инвестор, так сказать, будет уж так сильно хотеть что-то построить. Если мы понимаем серьезность намерений инвестора, если мы понимаем необходимость и возможность того, что это, ну, органично ложится на то, что мы умеем делать в Кировской области, то, безусловно, одно из направлений будет вот такое. Потом, я не знаю, еще есть очень важные продукты в Сбербанке, так называемые, ну, пакетные, так сказать, они их называют так. Я уж по-простому объясню, скажем, что это такое. Можно приобретать, скажем, транспортные средства для вывоза мусора или эвакуатора, там, я не знаю, или автобуса. Извоза частного. Да, для любого, так сказать, извоза, предоставляя гарантии правительства областного. Но гарантии правительства областного – это деньги из бюджета, это наша с вами ответственность, так сказать, огромная. Да, Сбербанк предлагает чуть другую историю, когда готовое пакетное решение, скажем, если есть выручка у компании, у муниципальной, у частной, у любой, так сказать, да, есть лизинговый проект под покупку автобусов, они под будущую выручку, а если они ее видят, открыт, что-то у них, они готовы кредитовать под достаточно небольшой процент, так сказать. Вот это тоже интересно, это тоже является предметом соглашения. Ну и, конечно, то, что мы оставили чуть за рамками, так сказать, да, по предложению, это, ну, мы в перерыве обменялись, да, Ростелеком, так сказать, развитие безналичного, так сказать, региона, да, проактивных услуг, о которых, кстати, вот президент в послании так достаточно акцентировал, сказал, что услуги должны быть действительно проактивными. А когда, вот мы только что с вами обсуждали, да, поменяли паспорт, и нужно пойти в 100 организаций, занести новую бумажку с номером паспорта, зачем? Она же есть в базах данных. Вот Сбербанк здесь является лидером, лидером в информатизации такого рода процессов. И я думаю, что сотрудничество в этой сфере, а это и есть соглашение, позволит нам существенно продвинуться. Вот вчера наш министр информационных технологий показывал нам уже работающий прототип оплаты в транспорте карты МИР, когда карта автоматически, система автоматически по карточке видит, является ли человек льготником. Если он, например, выразил желание, так сказать, да, это можно сделать посредством телефона, купить абонемент или как это называется, там, в транс, боюсь неправильно назвать, длительную, так сказать, скидку, то никуда не надо ходить, ничего не надо покупать. То есть карточка банковская автоматически распознает и, например, 30-ю поездку делает бесплатной. То есть можно настраивать как угодно. Вот это в ближайшее время, я надеюсь, так сказать, у нас в Кирове уже заработают. И заработают в том числе с возможностями Сбербанка. Ну, а это же нас подвигает к чему? Смотрите, к обелению зарплат, к получению кредитных карт. Потому что люди у своего работодателя, где, не дай бог, наверное, еще все-таки есть случаи получения серых зарплат, скажут, нет, мы хотим участвовать и получать преимущество от наличия заработной платы на карте. Возвращаясь к выкупу облигаций, возможно, все-таки есть у правительства на этот год конкретно какие-то планы по конкретным направлениям бизнеса и экономики, где вы подразумеваете, что такой выкуп будет? Выпуск, 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 выпуск. По выпуску пока нет. Вот прямо завтра мы выпуск делать не будем. Сейчас мы заканчиваем работу над программой социально-экономического развития Кировской области до 2035 года. К апрелю она должна быть, да? Да, она к апрелю уже у нас должна быть готова. Но еще раз хочу что отметить. Мы программу должны сделать очень хорошей. И если у нас будут какие-то шероховатости с ней, может быть, мы срок перенесем, там, это будет май, июнь, но программа должна быть рабочей. Программа должна показывать результат. Вернее, выполнение этой программы должно привести к результату, о чем говорил Игорь Владимирович. Да, то есть не декларации прав и свободы, а именно результат. То есть конкретный результат, который воплощается в строительстве дорог, мостов, создании новых производств, чтобы люди четко понимали, что в 2019 году произойдет то-то, то-то. В 2020 будут построены такие-то объекты социальной инфраструктуры, такие-то промышленные объекты. Только конкретика. И уже отталкиваясь от этой программы, тогда будет планировать эту работу. Можем ли мы сказать что-то конкретное по концессиям? Вот этот аспект договора со Сбербанком, хоть и рамочного соглашения, но все-таки обсуждался в каких рамках? По концессиям у нас сейчас готовится концессия, это по теплоснабжению города Кирова. Это такой серьезный проект, крупный, степлюс. Дальше у нас концессии есть в муниципальных образованиях, в том числе по теплоснабжению муниципальных образований. Мы смотрим по водоснабжению города Кирова. Сейчас у нас идет проект, это уже муниципальное образование город Кирова осуществляет его. Я думаю, что Сбербанк может принять участие в финансировании этого проекта, вполне в его укладывается идеологию. Мы напоминаем, что МУП «Водоканал» прекращается договор с ККС в июне месяце, и МУП «Водоканал» собирается заниматься, собственно, этими сетями. И для этого необходимы будут средства для того, чтобы инвестировать в развитие. И вот в логику развития Сбербанка это все укладывается очень хорошо. Кроме того, как мы уже говорили здесь, Игорь Владимирович говорил о транспорте, это приобретение автобусов, новых автобусов для города Кирова, для области, для межмуниципальных перевозок. Это все возможность финансирования за счет средств Сбербанка. Игорь Владимирович, есть что добавить? Да нет, мне кажется, все правильно, потому что надо понимать, что Сбербанк, конечно, это такой банковский финансовый инструмент в концессии. А отнюдь не тот институт, который что-то берет или что-то отдает в концессию. Но концессия невозможна без денег. Кстати, по поводу «Водоканала» и средств, которые необходимы на развитие и модернизацию, хочу просто напомнить еще раз всем, что все средства, необходимые на модернизацию, они заложены в тарифе. И вот здесь одна из задач, так сказать, эффективно использовать те средства, которые промышленные предприятия, и мы все с вами, без исключения, платим в составе коммунальной услуги. Там есть все. Если внимательно посмотреть на тариф, конечно, хотелось бы, чтобы опережающими темпами, а самое главное, чтобы жители города, чтобы жители любого университета видели результаты работы. Вот когда человек заплатил рубль за коммунальную услугу, он вправе увидеть результат, выглянуть в окно и понять, а где же ливневая канализация? А где же там еще какие-то... Убранность нет. Совершенно верно. Вот основная задача-то какая. Соглашение со Всемирным банком. Надо сказать, что, конечно, каждый из нас понимает, наши слушатели очень внимательны, давно нас слушают и понимают, что взаимоотношения со Всемирным банком у Кировской области давнишние. В какой-то момент времени у нас был такой перерыв плотного общения, но сейчас снова заключено рамочное соглашение. Мы знаем, что Всемирный банк, естественно, имеет огромный опыт аналитических исследований не только в России, но и за рубежом. Это значит, все тренды в целом, они могут наблюдать и понимать, куда необходимо двигаться для того, чтобы достичь лучшего результата. А именно в этой сфере, в аналитике, в таких вот аналитических исследованиях, я думаю, что у Кировской области есть чем поучиться или воспользоваться возможностью Всемирного банка. И не только аналитика, и передача каких-то компетенций, которые уже сформированы в других странах, регионах и так далее, и их приземление на Кировскую землю. Да, совершенно верно. Вот в каких отраслях может быть экономики, социального развития вы надеетесь посотрудничать со Всемирным банком? И как это может сказаться на разработке или дальнейшей корректировке той самой стратегии социально-экономического развития, о которой мы сегодня уже говорили? Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, о которых мы говорили, нам было бы крайне, скажем, интересно, это посмотреть на опыт цифровизации и предоставления проактивных услуг. Вот о чем мы говорим. Когда никуда не нужно ходить при получении нового паспорта. Может быть, внедрять локальные, я не знаю, какие-то электронные документы. Но не чипы вживлять пока в человека нет. Да нет, боже упаси, про нас же все везде написано. Ну и одно из направлений, которым мы планируем активно заняться, и мы уже даже здесь на эфире это обсуждали, скажем, это вопросы образования и строительства новых образовательных учреждений. Особенно для малых городов, таких как, давайте возьмем условные мураши, где проживает до 10 тысяч человек. Есть опорное предприятие, на котором работает больше 400 человек, а с членами семьи это, наверное, под полторы-две тысячи людей, втянутые в орбиту. Хотелось бы иметь такое на базе образовательного учреждения полноценный культурно-спортивный досуговый центр. Что я имею в виду? Образовательное ядро и настоящий большой, хороший, не 50-метровый, но бассейн, в котором можно плавать. Настоящий спортивный зал, в котором можно проводить в том числе, наверное, межмуниципальные соревнования. Настоящий концертный зал. И настоящий кинозал, куда можно прийти вечером взрослым, например, на абонемент на основе на каком-то. То есть здесь, наверное, может быть местное и частное государственное партнерство, что кто-то будет управлять этой историей. И посмотреть хорошего качества кинофильм. Ведь во многом из-за отсутствия такого рода услуг, возможностей провести свой досуг вот таким образом, люди уезжают из этих городов. И судьба предприятий, которые там находятся, ну, такая становится достаточно критичной. Потому что вот в таком объеме людей, да еще на высокотехнологичное производство, скажем, вот как в Мурашах фанеры, где самое современное финское, японское оборудование, где несколько лет нужно людей готовить, ну, они такие становятся признавшими. Здесь, опять же, частное государственное партнерство. Я думаю, что такое предложение находит и отклик в сердцах предпринимателей. Потому что это, собственно говоря, для них. Вот посмотреть, как это устроено, взять лучшие образцы. Одна из задач. И по цифровизации тоже такая история, где не изобретать велосипед, не делать, ну, ошибок, которые мы сделаем в силу того, чтобы не прошли этот путь. Кто-то его уже прошел. Такой опыт уже накоплен. Ну, и плюс, конечно, у нас тут тоже там скрывать особенно нечего. У нас есть, ну, у меня лично есть там хорошие дружеские отношения с руководителем Всемирного банка в России. Это Андрош Харвей, он венгарт, очень такой позитивный, так сказать, человек. Мы сотрудничаем с ним еще на всех прошлых, так сказать, моих работах в федеральном центре, там, порядка 12-15 лет. Я думаю, что мы вот эту работу наладим. И она очень, очень для нас, конечно, важна. Ну, надо сказать, мы вспоминали вот этот опыт таких универсальных центров образовательных, спортивных, досуговых. Он давно очень на Западе развивается. И в европейских, и в американских странах. Я помню там из своей жизни в Канаде, что в таких центрах не только образовательные учреждения и спортивные залы, и бассейны. Там даже отделение для церкви было, потому что вот для того, чтобы построить комплексно, и не возникает вопроса в момент гастроли какого-нибудь театра или приезда какого-то выступающего. Где будет помещаться вот это мероприятие? И таким образом мы можем в орбиту, скажем так, ну, вот гастрольного графика каких-то людей, которые интересны, и всем их включать, когда есть достойный звук, цвет, не знаю, там... Тут ведь еще одна, еще один вопрос, Игорь Владимирович, решается. Вот этот вопрос качели демографических, нам все время говорят. То у нас мало садиков, то у нас много садиков, дайте нам больше, потом снова они пустеют. Завтра мало школ, и не хватает места уже в университетах и так далее, и так далее. Да, и вот такие учреждения-трансформеры, это выход для того, чтобы можно было плавно проходить... Вы знаете, я с вами абсолютно соглашусь, и, наверное, еще вот какой-то здесь нужно всегда нам держать в голове, поскольку я сейчас иду на... Ну, тут никого секрета нет, у нас состоялся все-таки вот такой клуб учителей, мы его назвали так, да, то есть вот сегодня будет первое заседание, и мы, наверное, будем обсуждать вопросы в том числе и такого рода. Вот смотрите, чем... Это же абсолютная правда в этом. Нужно просто понять как данность. Мы все хотим очень качественного образования для наших детей, это абсолютно правда, чтобы они дальше могли либо здесь, либо куда-то поехать, получить высшее образование, еще более лучше. Но чем выше образовательный уровень людей, тем выше их требования к социальному окружению, это правда. Если мы вот опоздаем с такого рода центрами, ну, мы получим отрицательную демографию, чего нам бы не хотелось, конечно. Почему мы берем этот вопрос в развороте на бизнес, потому что напрямую все социальные вопросы связаны с экономическим развитием. Они закольцованы друг на друге. Нет хорошего образования, нет высокого уровня экономического развития. Нет высокого уровня экономического развития, да, нет хорошего образования и кадров. Одно из требований просто инвесторов, и важное, существенное, это наличие рабочих рук, наличие ИТР, наличие рабочих. Я бы сказал сейчас другое, что из нашего опыта с Александром Анатольевичем встреч с предпринимателями, разговоров, уже приходит осознание того, что необходимо иметь вокруг предприятия хорошую, качественную социальную инфраструктуру. Это обязательно. То есть возвращаемся к тому, что было в советском садик, культурное образование. Мы недавно разговаривали с крупным предпринимателем Кировской области, и он так как-то не то чтобы открыл для себя, а просто говорит, понимая, что раньше, когда давалось задание на строительство очередного цеха или ввод новых мощностей, то одновременно строилась поликлиника, больница, детский сад, школа и спортивный центр. А что изменилось? Люди не перестали хотеть всего этого? Нет. Но это стало относиться к полустроенному, чем властей местной. Местной власти, но у местной власти не оказалось в какой-то момент ни опыта, ни денег, ни соответствующих возможностей. И сделать это без налогов, без предприятия, без социальной ответственности, без, я вот Светлане еще раз напомню, государственно-частного партнерства. Это невозможно. Других способов нет. Вот я думаю, что если нам удастся вот такого рода программы начать реализовывать в районах области, это будет здорово. Игорь Владимирович, вернемся еще раз к образованию и инвестициям в образование. Да, кстати, хочу сказать, что здесь же совершенно конкретные примеры. Вот мы не так давно с компанией «Уралхим» в Кирове-Чепецке, так сказать, посетили целый ряд социальных объектов, подписали соглашение, по которому мы в равных долях правительство и комбинат выделяем деньги на социальную инфраструктуру. Кстати, мы посмотрели, как они ремонтируют группы ясельные, группы в детских садах, и потом через год передают их муниципалитетам, но уже абсолютно на качественном уровне другом. При этом обеспечивают детей своих сотрудников в местах детских садах. Это абсолютно верно. А по этому соглашению они будут выделять деньги на содержание их в таком же... Да, Александр Анатольевич, правильно? На Гайдаровском форуме, который незадолго до Сочинского состоялся, был очень интересный момент. Когда Александр Курдюмов вернулся с него, он с этого начал буквально свой эфир. Здесь у нас он говорил об инвестициях в образование. О частных инвестициях в образование. Но, честно говоря, я из этого не очень поняла, все-таки, о чем шла речь. Вы там были тоже, да, вот на этой беседе. Это все-таки речь идет о частных садиках и школах? Это речь идет о ГЧП? Или это речь идет об инвестициях частного бизнеса, строительства образовательных учреждений? Там проходил журнал «Форс», проводил деловой завтрак. И вы давали комментарии. Да, пригласил всех, собственно говоря, из списка, так сказать, «Форс», да. И, ну, как-то так было отселектировано. Особенно тех, кто выделяет в своей благотворительной программе, или как это назвать правильно, там, деньги на строительство школ. Таких оказалось достаточно много. И это и частные школы самого современного уровня, это и открытие профильных классов, в которых люди с самых молодых ногтей начинают там осваивать азы профессии. Это и выпуск соответствующего оборудования для школ, которое на бесплатной основе, так сказать, предоставляется. Вот я думаю, что нам нужно максимально положительный весь опыт, который есть, перенести к нам сюда, на Кировскую область. И еще очень важный, так сказать, момент, который, наверное, я уже не успею сегодня, может быть, там, в следующий раз Илья Анатольевич как-то затронет. Сегодня по промсвязьбанку у нас была очень такая полезная деловая встреча, в которой есть много интересного, так сказать. И по здравоохранению хотел бы буквально несколько слов сказать, да. Президент в послании отметил бережливые поликлиники. Понятно, что он у нас был в бережливой поликлинике. Мы продолжаем, так сказать, эту систему, и одна из тем на Советшинском форуме и на Гайдаровском была – это лекарственное обеспечение. Вот здесь, конечно, очень много вопросов, почти наверняка они у людей есть, но я считаю, что мы на абсолютно правильном пути. Может быть, вы пригласите, мы отдельную передачу сделаем, Дмитрий Александрович, что-то по так называемому лекарственному возмещению. Что я имею в виду? Когда доктор выписывает таблетку, особенно если это не льготник, не федеральный, не региональный, люди зачастую, так сказать, их, ну, либо цена, так сказать, останавливает, да. А у нас задача такая, чтобы люди принимали правильные, так сказать, лекарства. Поэтому мы в Кировской области продолжаем программу лекарственного возмещения. Она состоит в том, что человек, получив рецепт в аптеке, может получить компенсацию денежную за деньги, выделенную из бюджета. Мне кажется, это очень важно. Нужно до людей донести, делать это через пациентские сообщества. Это вот еще одна составляющая комфортной социальной среды. Хочу вам сказать, что у нас появился рейс Киров-Наримар, который летает достаточно регулярно. Направим, люди приезжают к нам лечиться в том числе. И вот та программа туризма, медицинского, она заработала. И в 2018 году мы получили 1,4 миллиарда рублей из других регионов за людей, которые приезжали к нам лечиться. Что это значит? Они ногами и рублем проголосовали за качество нашей медицины. Это тоже экономика, конечно. Это абсолютно верно. Но это в том числе, вот нам нужно понимать, что мы сумели сделать так, что люди из других регионов к нам приезжают. Вот это уже один из результатов тех реформ, которые происходят. Таким образом, аэропорт наш может быть переориентирован на вылет из Кирова, да? С вылета на из Кирова на прилет с Кирова и самолетов. Мы благодарим за участие в программе «Разворотный бизнес» Игоря Васильева, губернатора Кировской области. Игорь Владимирович, на заседание, как раз с учителями у вас сейчас встречи, да? Вы уходите. Александр Анатольевич Чурин, первый заместитель губернатора, остается с нами. Начнем следующий час как раз соглашение с Промсвязбанком. Мы продолжаем разговор о развитии экономики и социальной сферы нашей области. Мы выяснили, что это взаимосвязанные вещи и не один раз об этом говорили в первом часе. И разговор мы продолжаем с Александром Чуриным, первым заместителем губернатора Кировской области. Говорим мы сегодня на тему инвестиций в Кировскую область по итогам Сочинского российского инвестиционного форума. Ну и о соглашениях, которые там были достигнуты. И как раз мы отложили на вторую часть переговоры с Промсвязбанком, в которых как раз участвовал Александр Анатольевич. Вот какие договоренности, каких договоренностей удалось достичь и какую роль Промсвязбанк может потенциально или будет играть в экономике области? Ну, прежде всего, хотел бы отметить, что в настоящий момент Промсвязбанк стал опорным банком для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Это государственный банк. Он прошел все процедуры, связанные с санацией, с докапитализацией и так далее. И в настоящее время он будет обслуживать специальные счета оборонных предприятий, используемые для выполнения гособоронзаказа. Чем интересен Промсвязбанк для Кировской области? Прежде всего, в регионе зарегистрировано и работают 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ряд из них являются крупнейшими налогоплательщиками, формирующими значительную часть поступлений в областной бюджет. На этих предприятиях работает львиная доля рабочих, занятых вообще в производствах, в обрабатывающих производствах Кировской области. Поэтому для нас, несомненно, важно наладить тесный, хороший контакт с этой финансовой структурой и использовать ее возможности, в том числе для дифферсификации производства. А это возможно? Не на основную деятельность? Это не просто возможно, это необходимо. И мы как раз обсуждали разработку такой программы, которая была бы направлена на дифферсификацию производства, на выпуск, на освоение и выпуск гражданской продукции, новой продукции на производственных мощностях этих предприятий. Вот Петр Фродков как раз очень заинтересовался этой проблематикой и говорит, мы должны здесь подумать, чтобы выработать такой банковский продукт, который бы учел особенности предприятий и дал какие-то предложения, которые позволят эффективно использовать те мощности, которые у нас есть для освоения новой продукции. Мы обсуждали также вопрос по выработке программы ипотечного кредитования сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Вот как раз хотел спросить, есть ли там возможности для кредитования, обучения персонала, улучшения социально-бытовых условий персонала и так далее. Естественно, надо об этом и говорить, надо привлекать, ведь понимаете, это высокие технологии, высокие технологии могут развиваться только там, где будут высокотехнологичные работники, обладающие высокими техническими знаниями. Без них мы никуда не продвинемся, поэтому для таких работников нужно создавать условия работы, в том числе на предприятиях, в том числе и жилищные условия должны быть хорошие. Вот как это совместить для того, чтобы предприятия не просто использовали свои собственные средства постоянно на эти нужды, а чтобы они получили хороший, качественный банковский продукт, мы обсуждали с председателем правления Промсвязьбанка. Ну, плюс у нас была просто с Светланой тема, касались оборонно-промышленного комплекса, и как раз диферсификации говорили о том, что неизбежно все равно будет сокращаться объем гособоронзаказа, и предприятиям для того, чтобы видеть себя в будущем, нужно думать о том, даже если не будет гособоронзаказа, чтобы была работа, чтобы были виды номенклатуры продукции, с которой можно дальше в рынке существовать. Мы, естественно, в правительстве обсуждаем вопросы по максимуму использовать и наши возможности для загрузки предприятий, для того, чтобы они работали на выполнение и областного заказа в том числе. Ну, вот работаем в этом направлении. Да, Александр Анатольевич, мы, на самом деле, про диверсификацию и выпуск гражданской продукции говорим не одно десятилетие. И всегда отмечаем, что она идет, ну, вот это замещение с огромным трудом. Еще с 90-х годов, да, когда вот все рухнуло, потом перестраивались и прочее. Да, были неудачные попытки выпускать кострюлю, коляски, кстати, были неплохие. И сейчас сами оборонные предприятия говорят о том, что выпуск гражданской продукции, ну, вот с трудом, они плохо себе представляют, а что конкретно нужно выпускать, а какими силами, а куда дальше двигаться. Поэтому хорошо, что, как минимум, мы теперь видим, что есть возможность кредитоваться в промсвязь банки, например, на вот эти вещи. Ну, понимаете, кредитование не самоцель. Кредитоваться надо под что-то, потому что, взяв кредит, его нужно вернуть. Правильно? При этом предприятие должно еще и заработать, чтобы его вернуть. Это раз. Естественно, проблем очень много у предприятий, потому что вы должны четко понимать, что любое предприятие оборонно-промышленного комплекса обладает оборудованием, заточенным под выпуск конкретной продукции, оборонной продукции. И поэтому на этом оборудовании нельзя сделать все, что угодно. Необходимо понимать, как вот эти технологические возможности использовать для выпуска другой гражданской продукции. Самое главное, какой. Какая будет востребована на рынке. Вот для этого мы разработали, на самом деле, и работаем сейчас в направлении различных инструментов. Мы говорили уже и про инжиниринговый центр, про взаимодействие с ВИАТ-ГУ, у нас есть совет главных инженеров и так далее. То есть, это вот тот набор инструментов, который в конечном итоге должен позволить предприятиям нащупать свои ниши, где бы они могли задействовать новую продукцию, где бы они могли ее продвигать и так далее. Не, но успешные примеры есть. Тот же завод Лепси выпускает продукцию, предположим, для нефтянки, насосы для нефтегазовой промышленности довольно успешные, продает их на рынок. Ну, сейчас и ВИТЕК выходит на рынок, и он был, и выходит, расширяет свое присутствие на рынке гражданской продукции. Но им тяжело, понимаете, они же в любом случае сейчас, вот, он работает в рамках госзаказа. То есть, с полным напряжением сил, задействованием всех возможностей своих предприятий работает. Мощности загружены. То есть, надо же, и персонал загружен, то есть, не так все просто это все сделать. Есть свои нюансы в этом. Но здесь еще очень большой вопрос, потому что, когда ты привык работать по конкретному заказу, с понятными сроками, понятными объемами и понятным финансированием, там, и в том числе оплатой, то выпуск гражданской продукции, это такая перспектива... Это дополнительные риски. Обязательно, да. Ну, вот, вы знаете, на мой взгляд, на выпуске гражданской продукции работать легче. Чем на выпуске продукции оборонного назначения. Там гораздо все сложнее, жестче. А что касается сроками оплаты, еще неизвестно, где деньги быстрее получаешь. От гражданской продукции или, там, от продукции ОПК. Но бизнес на то и бизнес, чтобы брать на себя эти риски. И все равно нужно смотреть в будущее и эти перспективы видеть. Так вот, все-таки, если мы говорим о переговорах с Промсвязьбанком, с кредитованием, понятно, как эти инструменты будут уже реализовываться в 2019 году или это перспектива? Кстати, вернусь в Промсвязьбанк, вот конкретный пример, например, касающийся нашей экономики. Есть у нас такой Кирово-Чепецкий кирпичный завод. Известный кирпичный завод, который в свое время был построен на средства Промсвязьбанка. Там был взят валютный кредит под очень высокие процентные ставки. И в настоящее время возникла патовая ситуация, при которой банк требует возврата кредита. Соответственно, вернуть, я так понимаю, предприятие не в силах. Мы провели, я считаю, очень достаточно успешные переговоры с руководством Промсвязьбанка, обозначив эту проблему и говоря о том, что это предприятие необходимо для строительного комплекса Кировской области, не только Кировской области, что это рабочие места и так далее. И нам пообещали, по крайней мере, обратная связь, которая у нас есть, что там будет принято решение о реструктуризации кредита, но, по крайней мере, банкротить это предприятие банк не будет. То есть вот это все произошло на полях Сочинского форума. Да, совершенно открытый пример. Вот, кстати говоря, с тем, что происходит с предприятиями, связана и тема про историю с налоговой. Мы хотели с вами ее обсудить. У нас две такие новости параллельно приходят. Во-первых, руководитель Кировского следственного управления Айрат Ахмедшин недавно на городской думе, по-моему, заявил, что совершенно не нравится ему ситуация, которая сейчас происходит в регионе. Он говорит, что идет либерализация законодательства. Меру пресечения под таким составом преступления, как уклонение от налогов, избрать не могут, а люди налоги эти не платят. Это подрывает экономическую безопасность стороны, говорит он. Мое личное мнение, как руководителя следственного органа, если человек не уплатил налоги, можно избрать меру пресечения. И многие руководители, понимая, что в отношении них возбуждено уголовное дело, сразу же принимают меры к возмещению ущерба. Сразу два больших громких дела по налогам у нас сейчас есть. Это налоговое дело в отношении ЧПСК нефтепродукта, и там уже принято решение, и, насколько я понимаю, возмещены налоги. А вторая тема, которая сейчас зашла тоже в информационное поле, это история с налогами и Бехимзаводом. Да, условно Бехимзаводом, потому что это множество юрлиц, которые находятся на промплощадке. Да, вот эти два дела вроде бы как противоречат тому, что Айрат Ахмедшин сказал. С другой стороны, вышла федеральная новость. Следственный комитет открыл телефонную линию для сообщения о давлении на бизнес. Нам говорят, что запустить специальный канал связи для того, чтобы бизнес мог пожаловаться на давление силовиков, велел Александр Бастрыкин, распорядился. Он поручил, это дал по итогам послания Федеральному собранию президента Владимира Путина, и Бастрыкин принял решение на постоянной основе лично проводить приемы представителей бизнеса по вопросам, связанным с уголовными делами в сфере предпринимательской деятельности. Вот не очень понятно, как это все происходит. Не уплата налогов и ответственность за это, это все-таки не давление на бизнес, это отдельная тема, наверное. Как вы оцениваете ситуацию в Кировской области? Олег абсолютно прав. Здесь нельзя проводить это давление на бизнес. То есть, я рад, что он говорил, о том, что есть люди, которые сознательно, сознательно, повторюсь, используют различные схемы, чтобы уклоняться от уплаты налогов, создают фиктивные предприятия, используют различные фирмы, однодневки и так далее. Вот он, о чем говорил. И здесь речь-то о том, что необходимо поставить заслон именно таким людям, которые фактически дискредитируют предпринимательское сообщество, которые мешают, в том числе, доброопередствующим налогоплательщикам. Они разрушают конкурентную среду, потому что здесь как работать-то? Понимаете? Вот ведь о чем идет речь-то. А давление на бизнес – это совершенно другое. И Следственный комитет открыл прямую речь. По итогам, я так понимаю, послания президента, которое состоялось 20 февраля. И тут целый комплекс мер, которые предпринимает сейчас правительство Российской Федерации, правительство региона, федеральная налоговая служба, по выстраиванию четких и понятных правил игры. Ведь вот сейчас повысились поступления от налогов, допустим, в том числе в прошлом году у нас на почти 8% повысились поступления от налогов в областной бюджет, я имею в виду. Это за счет чего? За счет более качественного администрирования Федеральной налоговой службой предприятий. Потому что те программные продукты, которые внедряются при проверке налоговых деклараций и так далее, они оставляют все меньше возможностей уйти от уплаты налогов. То есть идет перекрестная проверка. Нелегально возместить НДС. Да, нелегально возместить НДС и так далее. Это дает свои плоды. Вот, кстати, недавно читал статью, что почти, по оценкам экспертов, практически 20 триллионов рублей составляет теневая экономика в России. Это превышает там федеральный бюджет. То есть есть куда еще расти и куда работать. Главное, чтобы не трогали самозанятых, потому что это тоже теневая экономика, но это люди, которые сами себя содержат. Это не теневая экономика. Это люди, которые работают, и мы понимаем, как они работают, сколько они зарабатывают. Это прекрасно, что они нашли себя. Я говорю там о других схемах. Вот о чем сейчас и Олег еще раз говорил, что это разрушает конкурентную среду прежде всего. Это создает неудобства всем тем, кто честно, открыто работает. Александр Чурин, первый заместитель губернатора Кировской области у нас в студии. Продолжаем разворот на бизнес. Мне бы хотелось поменять тему, на самом деле. Я знаю, но можно я просто задаю вот этот вопрос. И все-таки, жалуются ли предприниматели? Потому что раньше это было. Жалуются ли кировские предприниматели на давление налоговое? Вот сейчас. Потому что это было просто на пике обсуждений несколько последних лет. Сейчас у нас сменилось руководство налоговой инспекции. Тем не менее, есть два дела по неуплате налогов крупных. Приходят ли предприниматели, жалуются или остерегаются чего-то? Или напротив, как вы говорите, вот эта прозрачность, с которой сейчас работает налоговая, позволила предпринимателям как-то более выверенное решение принимать? Вы знаете, мне кажется, что ситуация все-таки изменилась. Изменилась к лучшему. Вот за последний год начался диалог налоговой службы и предпринимательского сообщества. Денис Александрович всегда принимает участие в наших совещаниях. Вы были свидетелем, что мы с предпринимательским сообществом, когда встречаемся, обсуждаем, при том в режиме очень открытого, честного диалога, все проблемы, которые стоят перед ними, которые они видят. И мне что нравится, они получают ответы на свои вопросы. Не просто в передачу идет информация, а идет диалог, и им объясняют, в чем они неправы, почему. Или, допустим, вот пример был у нас, когда мы ездили в Кирово-Чепецк вместе с Николаем Михайловичем Липатниковым на предприятие. Председателем торгово-промышленной палаты. Да, торгово-промышленной палаты. Ведь был поставлен четкий вопрос о дроблении бизнеса, что налоговая предпринимает шаги, ведущие к тому, что бизнес вообще может закрыться. Мы встретились с руководством предприятия, прошли по производству, переговорили, и уже к вечеру этого же дня была обратная связь. И, понимаете, вот это разве не изменение методов работы? Конечно, изменение. Завтра, кстати, мы будем присутствовать на открытой коллегии Федеральной налоговой службы по итогам 2018 года. Губернатор будет присутствовать там. Так что работа идет. Да, Денис Мехов, глава оригинального отделения Федеральной налоговой службы, это его мы упоминали. Да, я бы хотел бы... Нет, не к биотехнологиям даже, а к основе вообще любых инвестиций. Это инфраструктурные проекты, в частности, дорожное строительство, новое дорожное строительство, те проекты, которые сейчас в приоритете в области дорога на Лузу. И, я так понимаю, западный обход города Кирова уже все-таки крест на нем поставлен, но прорабатывается вопрос восточного обхода. Это ваша зона. Нет, нет, крест не поставлен. Мы вообще ни на чем крест не ставим. Речь, вот понимаете сейчас, о чем речь идет? О приоритетах, о концентрации ресурсов. Мы говорим о том, что необходимо в первую очередь осуществлять те проекты, которые дадут максимальный эффект в результате их реализации. В проекте программы до 1935 года какие проекты? Вот эти два проекта будут точно. Почему? У нас там масса проектов. Именно дорожных? Именно дорожных. Это и развитие сельских дорог, это развитие межмуниципальных дорог, это реконструкция дороги Вятские поляны, Малмыш, Уржум, Киров. Это реконструкция дороги Киров-Советский, Яранск, Киров-Кирово-Чепецк, Зуевка, Фаленки, граница Удмуртской республики. То есть у нас большие серьезные проекты. Речь-то сейчас идет о чем? Нам необходимо возобновить строительство дороги на Лузу. Что и мы сделаем в этом году. И закончим этот отрезок опари на Альмыш. Наконец-то свяжем автомобильным сообщением три района. Это ведь пол-дела всего лишь. Понимаете? Пол-дела. Внутри районов нужно тоже развивать. Развивать дороги, строить их. Но здесь мы подходим к тому, что будут определены опорные предприятия в каждом районе. Мы поймем, где будут осуществляться инвестиционные проекты. Как? Для того, чтобы помочь этим инвестиционным проектам в создании инфраструктуры. И о чем говорил Игорь Владимирович. В том числе социальной инфраструктуры. Понимаете? Нам нужны четкие опорные точки. Раньше модным было слово «точки роста». Мы сейчас как раз говорим о макрорайонах, на которых сейчас Кировская область поделена. Она пока не понимает. Мы предлагаем. Притом, это не административное отделение. Это чисто экономическое отделение. Мы же говорим о чем? Экономика прежде всего. Это основа основ. Будет экономика развиваться? Будут жить люди. Будут развиваться социальные объекты. Правильно? То есть, нам нужно жить. Если мы ставим для себя четкие, понятные задачи. Какой мы хотим видеть Кировскую область к 2035 году? Если ставить, что население не должно сократиться менее миллиона человек. А почему миллиона? А давайте мы будем ставить перед собой задачу 2 миллиона населения. 2,5 миллиона населения. Но куда люди-то поедут? Нужны рабочие места. Правильно? Нужны современные производства. Нужны современные производства. А самое главное, инфраструктура, в которой человеку будет комфортно жить. Естественно. И у нас уже есть ряд примеров. Посмотрите, строятся проекты в сельском хозяйстве, которые осуществляются. В Неме прекрасный проект, который Дороничи осуществляет. Строится еще ряд таких проектов по Кировской области. Малмыжи. У нас на очереди обсуждение строительства нового молочного комбината. Ряд производств по переработке древесины. Уже такие серьезные, современные производства. Это и все на повестке дня сейчас стоит. Недавно мы как раз говорили с представителями двух муниципалитетов, где обозначена территория, опережающая социально-экономическое развитие. Белая Холуница, Вятские Поляны. Да. Тем более, да, Белая Холница у нас уже практически на выходе сейчас. И мы были на совещании, когда Дмитрий Александрович Медведев об этом говорил. Поэтому у нас ведь работа-то, она не стоит на месте. Просто нам нужно четко для себя понимать. Нужен результат. Чтобы все жители Киевской области видели этот результат и ощущали его на себе. Правильно? То есть вот это выделение 44%, если я ничего не путаю, от бюджета Дорожного фонда в текущем или будущем году именно муниципалитетам, это средство на поддержание или, может быть, даже на развитие сельских дорог? Да. Мы каждому муниципальному образованию в этом году увеличили финансирование. По ряду, вот с Орлова приходил глава администрации, мы говорили в прошлом году, он очень просил поддержки в ремонте дорог в Орлове. В этом году мы выделили средства. Понятно, что этих средств не хватит, чтобы отремонтировать все дороги. Но если мы начнем с этого года планомерные работы по проведению в порядок дорожной сети, я думаю, что через какое-то время это уже будет очень заметно и ощутимо. Но эту работу надо просто начинать делать. Мы в этом году хотим пересмотреть сам подход. То есть будут средства вращены большей частью на ремонт дорог. То есть на выполнение подсказных показателей в ремонте. Не будем пока строить, не будем там что-то реконструировать, именно ремонтировать дороги будем. А все-таки дорога Слободской и Кирово-Чепецки имеют шанс на то, чтобы появиться в ближайшем году? Да, она запланирована. Про проекты же уже есть? Да, мы ведем сейчас переговоры с Минтрансом. Этот вопрос у нас на повестке дня, он активно обсуждается. Мы смотрим, у нас идет проектирование. То есть вся эта работа... Она для чего нужна? Чтобы обойти федеральную трассу? Нет, она нужна не для того, чтобы обойти федеральную трассу. Она нужна для удобства наших жителей, она нужна для удобства наших предприятий, для более грамотной логистической составляющей при перевозке товаров. То есть, понимаете, вот сейчас, чтобы из Кирово-Чепецка попасть в Слободской, нужно сделать огромный крюк. Проехать через Киров, потом по трассе Киров-Слободской и так далее. Зачем? Если на самом деле между Кировом и Слободским, там 20 километров всего. Там близко совсем. То есть, агломерация Киров-Слободской, Кирово-Чепецк, она стоит в повестке дня, и агломерация, как бы, это перспектива. Это перспектива, это большой Киров. Даешь инвестиции, какие отрасли с точки зрения инвестиций в приоритете правительства Кировской области? Это разворотный бизнес. Олег Прохоренко и Светлана Занько. А говорим мы с Александром Чуриным, первым заместителем губернатора Кировской области. Но вот этот блок, конечно, невозможно обойти. Это развитие биотехнологий в регионе. И, естественно, встречи, которые были накануне форума Сочинского, прямо там на месте, еще до открытия, мы имеем в виду. В частности, мы видели, что делегация Кировской области совместно с компанией «Нанолек», с представителями компании «Нанолек» встречались с одним из крупнейших фармпроизводителей компании «Санофи». Кроме того, активная позиция наших биофармацевтических компаний, а мы прежде всего две ведущих имеем в виду в регионе, это «Нанолек» и «Аварус», внушает нам с Олегом, например, оптимизм. И нам кажется, что вот такие передовые высокие технологии – это то, что как минимум украшает регион, а как максимум приводит сюда вот именно высококвалифицированные кадры, привлекает внимание. И технологии, в данном случае французские. И технологии, безусловно, да. О чем шла речь на этой встрече, и как вы рассматриваете действительно перспективы развития этой отрасли в регионе? Ведь на самом деле есть в Российской Федерации большие кластеры, как, например, Санкт-Петербургский кластер, куда выезжали в прошлом году, тоже делегация Кировской области выезжала. И кажется, что там, вот в этих научных больших центрах, Петербургском, Московском, Новосибирском и так далее, вот там концентрация всего. Но, тем не менее, Киров тоже движется в этом направлении. Киров был в свое время центром компетенции, оборонной биотехнологии, и вот это знамя, мне кажется, нужно просто нести вперед. Да, у нас исторически уже это сложилось, что мы были центром вот этой компетенции и очень такой серьезной компетенции во всесоюзном уровне, я бы даже сказал. И вы знаете, что на сегодняшний день у нас создан биотехнологический промышленный кластер, который объединяет усилия ведущих фармацевтических предприятий области для разработки и выпуска востребованных на рынке лекарственных препаратов. Это, к примеру, у нас только АВАРУС, НАНАЛЕК, при том НАНАЛЕК сотрудничает с крупнейшей международной, наверное, даже сказать, международной корпорацией, это САНАФИ, базирующей во Франции. Также у нас действует биотехнологический кластер Кировской области, уже в рамках деятельности вот этого кластера мы создали 4 центра внедрения биотехнологий, и уже на сегодняшний день защищено 25 патентов, 25 патентов на новые лекарственные препараты. И комплексные проекты у нас запущены в 4 регионах страны. Ну, что для нас биотехнологический кластер? Это выпуск фармакологических препаратов, вакцин, БАДов для сельхозяйственных животных, биосорбентов, грунтов. И мы абсолютно поддерживаем усилия членов нашего кластера, предусмотрев для них возможность продвижения продуктов, возможность выхода на рынок. Возможность установления каких-то льготных условий работы, ну, вообще административной поддержки этих предприятий. Вот вы знаете, кстати, мы здесь ориентируемся не только на внешних инвесторов. У нас пример, о котором мы только что говорили, это Бехимзавод. Он восстанавливает производство антибиотиков в поселке Восточный Амутнинского района на знаменитом предприятии «Восток». Восстановил он там уже все необходимые производственные линии, технологические линии. Восстановлено производство одноразовых шприцов. И вообще, вот знаете, я там был в прошлом году, мы вместе с Игорем Владимировичем были. Было отрадно смотреть, как меняется. Год от года вкладываются средства, предприятие оживает. И это вот очень здорово, что это наш внутренний инвестор, это поддержка нашего такого производителя здесь на территории. Я вижу свежий пресс-релиз на сайте правительства Кировской области. Буквально сегодня он выложил, выложен в Москве, обсудили важность использования потенциала как раз предприятия оборонной промышленности Кировской области в отечественном здравоохранении. От нас был Максим Кочетков на этом мероприятии, зампред правительства и заместитель министра промышленной политики Артем Нопин. Мы еще, Олег, с тобой не знакомы с Артемом. Нет, пока не было у нас в гостях. Да, очень интересно, что первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева и президент Союза Ассоциации медицинской промышленности Юрий Калинин рассказывали о механизме государственных закупок и изделий для оснащения учреждения онкологического профиля. Это интересный момент, потому что я знаю, что Нонолек, он тоже в процессе выведения лекарств, которые связаны с онкологией, в производство. И как это связано с Кировской областью еще. Вот целый комплекс мероприятий, которые связаны и с производством, и с уделением со стороны соцблока этому вопросу вниманием, мы знаем, что на онкоцентр сейчас как раз Дмитрий Александрович Курдюмов большие силы бросил, и там идет мощное такое переустройство. В принципе, наше учреждение здравоохранения неразрывно связано с промышленностью тоже. Они первые, кто получит, наверное, экспериментальные первые партии лекарств. Максим Николаевич как раз предлагает большие усилия в направлении дифферсификации производства оборонно-промышленного комплекса, о чем мы уже и говорили. И одно из направлений, которые мы видим, которые он предлагает предприятиям, это вхождение в рынок производства оборудования для медицинской промышленности. Понятно, что это... Которое всегда будет востребовано. Которое всегда будет востребовано. Но надо понимать, что этот рынок сложный, высокотехнологичный, и работа на нем очень ответственная. Потому что это связано, прежде всего, со здоровьем людей. И для здоровья людей. Поэтому вот такие встречи у нас проходят. И я думаю, что Максим Николаевич, он обладает очень хорошей компетенцией в этом вопросе. И именно является таким застрельщиком в проведении вот этих предложений уже на предприятии области. Это интересное направление. Мы его пока не разбирали. У меня родилась ассоциация. Есть такие слова известные. То, что не убивает, делает нас сильнее и здоровее. То есть, когда предприятие оборонного комплекса начинает производить медоборудование, это правда интересно. И то, и другое высокие технологии. Ну, на самом деле, в советское время многие наши предприятия производили оборудование для медицинской промышленности. Кировские предприятия. Кировские предприятия производили. Поэтому, может быть, где-то надо вернуться. Но время уже ушло вперед, технологии изменились, самооборудование изменилось. Но я думаю, что наши инженеры, наши технологии в состоянии освоить выпуск необходимых компонентов, необходимого оборудования. И это было бы достаточно интересно для нас. Мы планируем в конце марта в развороте на бизнес взять большую тему по экспорту из Кировской области. Знаем, что вы тоже плотно занимаетесь этой темой. И у нас сейчас есть как раз 4 минуты, чтобы анонсировать эту историю. Что у нас происходит в направлении развития экспорта? Причем не сырьевого экспорта, а именно каких-то технологических вещей. Сырьевой экспорт – это только лес, возможно. Но кругляка все меньше и меньше отправляются за пределы области. На самом деле, предприятия на разных этапах своей деятельности сталкиваются с различными сложностями при выходе на внешние рынки. Для их преодоления, для поддержки наших предприятий создан Центр поддержки экспорта Кировской области. Он, кстати, у нас один из лучших в стране. А это по каким критериям? Это оценка Минэкономразвития. То есть, это не наша оценка, это оценка уже стоящих ведомств. В 2019 году запланировано увеличение финансирования мероприятий по поддержке экспорта в три раза до 45 миллионов рублей. И предусмотрено расширение спектра услуг для малого и среднего предпринимательства. Мы проведем 12 международных выставок для наших предприятий. Это Германия, Китай, Азербайджан, Казахстан, Минск, а также пять будет бизнес-миссий. В Китае, Италии, Таджикистане, Германии, Грузии и Монголии. И впервые в 2019 году Центр поддержки экспорта будет оказывать поддержку бизнесу по выходу на международные электронные торговые площадки, организовав обучение на семинарах и модулях по программе «Школа экспорта». Кроме того, мы проведем конкурс «Экспортер года» в 2019 году, победитель которого примет участие в федеральном конкурсе. Но у нас же поставки вообще интересные. От Бразилии, от западных морей до тёплых морей, до всюду. Насколько экспортная составляющая, поступления от экспорта велики по сравнению с другими поступлениями в экономику? Понятно, что в настоящий момент они не такие значительные. От экспорта к нам поступление идет в федеральный бюджет. Для нас важно, что если предприятие стабильно работает, в том числе и на экспорт, это более высокая заработная плата, это поступление от налога на прибыль, это в страну будут приходить уже валюта, область будут приходить на расчетные счета предприятий и так далее. То есть это развитие финансового рынка области, тут синергия полная идет. В общем, тема интересная, берем ее в работу. Обязательно. Надо, знаете, даже пригласить предприятия, которые осуществляют эти экспортные поставки. Это интересная тема. Было бы интересно пригласить тех, кто намерен поучаствовать и в перспективе рассматривать для себя рынки экспортные тоже. Мы уже пригласили Наталью Кряжеву, министра экономического развития Кировской области, на эту тему как раз в конце марта побеседовать в «Развороте на бизнес». Хорошая идея пригласить потенциальных экспортеров, реальных и потенциальных экспортеров, поговорить с ними и понять, что они по этому поводу думают. Есть предложения, но ведь есть и сомнения. Нет, спрос есть и на продукцию машиностроительных предприятий. И самое-то интересное, наша продукция, даже тяжелого машиностроения, она, в общем-то, ни в чем не уступает по качеству и по функционалу зарубежной продукции. И спрос на нее есть. Ну, мы знаем, мы говорили уже о том, что на Кубу идут наши краны. И не только на Кубу, они пойдут и в другие страны, есть уже там перспектива заключения контрактов. Но самое-то интересное, что эту продукцию высоко оценивают наши зарубежные партнеры. Спасибо. Александр Чурин, Светлана Занько, Олег Прохоренко. Всем до свидания. До свидания. Спасибо.